День Города День Города На которые приглашены члены Геральдического совета при президенте Российской Федерации Будут организованы тематические секции и кроме того, участники конференции побывают на выставке, посвященной популяризации государственной символики Подробнее в материале Романа Дворецкого Символично, что конференция, посвященная символам России, началась с исполнения государственного гимна Гости и участники мероприятия услышали его сегодня в исполнении Рязанского академического русского народного хора имени Попова Отчасти символично было и место проведения Пленарное заседание конференции проходило в гербовом зале заседания благородного собрания 19 века Так официально именуется объект культурного наследия Недавно этот зал был отреставрирован Благодаря этому обеспечены не только сохранность объекта культурного наследия и возможности его современного использования Но и воссоздан его исторический облик В частности, восстановлены гербы уездных городов Рязанской губернии Они соответствуют облику и административно-территориальному делению на момент 19 века Популяризация государственной и региональной символики и развитие системы патриотического воспитания В числе вопросов, которые обсуждают в эти дни участники конференции Среди гостей представители Геральдического совета при президенте страны А также ученые, историки, краеведы, работники культуры и образования В Рязанской области около 20 лет работает Геральдический совет при главе региона Сейчас идет процесс разработки символики для муниципальных образований области Сегодня несколько поселений получили свидетельство о регистрации Свои гербы есть уже у 149 поселений, флаги у 73 12 районов области имеют полный комплект государственных символов Работа эта кропотливая и, как было отмечено, появилось множество традиций в различных регионах страны И между ними есть как сходства, так и отличия Такие различия не появляются произвольно, а оказываются естественным следствием развития территориальной геральдики Ее связи с историей и традициями тех мест, в которых она формируется В нашей области они нашли свое отражение в принятом 4 года назад законе об официальной символике в Рязанской области Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России. История и современность» проводится уже в пятый раз Одна из основных задач, о которой говорили участники, содействовать консолидации федеральных и региональных специалистов в области геральдики Учреждений культуры и образования, общественных объединений, научного и профессионального потенциала ученых и исследователей Работающих с государственной символикой для формирования патриотического сознания российских граждан как духовного ориентира И важнейшего ресурса развития современного российского общества Рязанская область получит более полумиллиарда рублей на развитие сферы образования Об этом 19 апреля заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев в ходе заседания регионального правительства Глава региона отметил, что Рязанская область вошла в число субъектов Российской Федерации К которым будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета на развитие сферы образования Подробнее в материале Оксаны Тебенихиной Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест за счет строительства школ По словам губернатора, большую поддержку в проведении предварительной работы региону оказал председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы Российской Федерации Андрей Макаров Большую поддержку в том, чтобы получить именно такую сумму, это 509 миллионов рублей Конечно, оказал нам председатель комитета по бюджету Государственной думы, который у нас побывал несколько недель назад Вот, это Андрей Михайлович Макаров И деньги мы получим в качестве компенсации за построенные школы в Кадаме и Ряжске Там по определенной формуле Поэтому значительную часть этих средств мы направим на строительство школы в ДПР-5 на 1100 мест С такой просьбой губернатору не раз обращались местные жители и он обещал ее выполнить Олег Ковалев подчеркнул, что введение в строй новой школы позволит отказаться от обучения детей в несколько смен Глава региона поручил руководителям областного Минфина и Минобразования совместно с администрацией Рязани Оперативно провести все необходимые подготовительные мероприятия Я хочу попросить главу администрации города, я хочу попросить Минфин, Минобор провести все необходимые формальности С тем, чтобы как только деньги придут, мы развернули там строительство Известно, что этот объект планируется сдать в эксплуатацию в июне будущего года Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников – Национальный день донора Этот день посвящен в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей Этот день посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станции переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты Рязанскую станцию переливания крови сегодня посетила Марина Комиссарова Обо всем подробнее в ее материале Праздник учредили в 2007 году, когда на государственном уровне подтвердили значимость донорства в сохранении тысяч жизней Хочется поблагодарить всех доноров, в том числе, конечно, почетных особенно Сегодня отмечается в России национальный день донора крови Этот праздник, конечно, не зря придуман, потому что доноры и вообще почетные доноры – это герои, которые частично своей крови оказывают помощь больным И им низкий поклон и большая благодарность Почетными донорами России считаются люди, которые не менее 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму Кроме значка «Почетный донор», почетные доноры могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время, согласно Трудовому кодексу Получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы Кроме того, им положены ежегодные выплаты в размере около 12 тысяч рублей В службе крови я работаю более 30 лет, являюсь почетным донором По своей работе мы, наверное, как никто другой знаем, как бывает требуется кровь в родильные дома, в хирургические отделения, в ожоговые центры, в детскую гематологию, во взрослую гематологию И поэтому многие сотрудники нашей станции сдают кровь и являются почетными донорами Кровь нужна в больницах и роддомах постоянно Количество людей с заболеваниями, требующими срочных переливаний, и жертв несчастных случаев не становится меньше И потребность в донорах никогда не иссякнет Началось на первом курсе, как я поступила в медицинский университет Вот сегодня уже, наверное, 17-й раз получается за все время А почему у вас это припекает? Для чего вы не станете кровать? Ну, потому что есть люди, которые болеют, которым эта кровь нужна Кому-то она действительно может помочь А для нашего здоровья это никакой угрозы не несет Сейчас в Рязани области более трех тысяч почетных доноров И главной целью всех их является бескорыстная помощь Совершенно незнакомым, но очень нуждающимся людям Бояться процедуры не стоит Все, что нужно, прийти на станцию, где врачи оценят состояние вашего здоровья И в случае, если противопоказания отсутствуют Аккуратно и бережно проведут операцию, которая, возможно, спасет чью-то жизнь Историю о субботнем пожаре на улице Новоселов, 29, мы рассказывали в понедельник Уже на следующий день стало известно, что губернатор Рязанской области Олег Ковалев Распорядился наградить бригаду скорой помощи, которая вытащила двоих детей буквально из пламени Сегодня нашей съемочной группе удалось пообщаться с героями Подробнее в материале корреспондента Когда мы подъехали к подъезду, что увидели в окне дети Естественно, любого отца, как мужчину, в душе что-то сыграло Рабочая суббота начиналась для бригады скорой помощи, как и обычно Выезды и первая медицинская помощь больным Им уже не раз приходилось спасать чьи-то жизни Но именно в этот день роли спасителей они примерили не в привычном для себя амплуа Обыкновенная детская игра стала причиной серьезного пожара Так получилось, что медики прибыли на место происшествия первыми К этому моменту под окнами уже столпились соседи Которые натянули одеяло и кричали детям прыгать вниз с четвертого этажа Врачи запретили это делать и ринулись выламывать дверь Ведь на счету была каждая минута Услышали крики детей Дети стояли на подоконнике на четвертом этаже на кухне Ужасная, конечно, картина Когда мы ломали эту дверь Единственное, что приходило в голову, лишь бы они не прыгнули вниз Поэтому приходил уже с такой ударной силой работать Потому что там четвертый этаж То, что там натянули какие-то одеяла Это можно все пробить с такой высоты И находился еще подъездный козырек внизу Очень близко Поэтому все могло закончиться довольно печально Со второго раза мы открыли дверь Вдвоем нажали на рычаг Дверь выскочила сюда в коридор У нас сразу обожгло едким дымом Эта история со счастливым концом Благодаря отважным людям трагедия не случилась Почему сразу выламывать дверь не принялись местные жители Останется вопросом без ответа На любительской видеосъемке видно, что среди толпы зрителей были и мужчины Но кроме того, как придумать, растянуть одеяло, размахивать руками И ругаться в ожидании спецслужб В их головы, видимо, ничего не пришло Они, твою мать, где вы там есть-то? Вот вы сейчас в интернет все вы... Мы сейчас выложим в интернет! Да что ж такое-то, а? Вы понимаете, сколько маленьких детей висят На вопрос, почему медики не стали, как и остальные, дожидаться пожарных Водитель скорой помощи, не задумываясь, отвечает Нет, такого не было Надо было просто детей вытащить оттуда из пожара Потому что местные жители там собрались, кричали прыгать, прыгать И они натянули там какое-то одеяло А прыгать нельзя А доктор сказал, они сейчас там все переломаются, если прыгнут Сегодня об этих людях пишут и показывают СМИ Им выражают благодарность представители власти Представить мне к наградам, региональным наградам Отличившихся работников скорой помощи А вы там посмотрите возможности премирования дополнительного За верность своей профессии А они просто скромно отговариваются Это наша работа Страх как бы такого не был Страх ощущался потом, когда уже мы спустились вниз Пожарные подъехали, начали тушить Как-то тут уже начинаешь головой осознавать, что сделал Ну это на обычной нашей работе Привыкли спасать Так что обычная работа Когда мы увидели двоих детей практически Которые пытались уже прыгнуть Ну тут я думаю любой нормальный человек Уже в подсознании Мы понимали, что уже что-то надо делать Мы еще не знали что Но уже все равно надо что-то делать У нас все это обыкновенно Скорая есть скорая Сейчас дети находятся в больнице А когда вернутся домой То не увидят привычных вещей и игрушек Их встретят серые обугленные стены И может быть им станет страшно от содеянного На всю жизнь у них останется в памяти этот урок И благодарность настоящим мужчинам Сильные руки которых вынесли их из этого ужаса Неравнодушные люди уже приносят в эту квартиру вещи первой необходимости Если вас не оставила равнодушными эта история То и вы можете поддержать эту семью Теперь перейдем к другим новостям В Рязанской области в предварительном голосовании Единой России участвуют 24 кандидата Таковы итоги регистрации участников предварительного голосования Для последующего выдвижения кандидатов На выборы депутатов Госдумы 7-го созыва от Рязанской области Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции В региональной общественной приемной Единой России 15 апреля завершилась регистрация кандидатов Всего в качестве участников предварительного голосования В Рязанской области зарегистрировано 24 человека Это люди разных возрастов, профессий и интересов Так, например, о своем участии в заявочной кампании Рассказал врач-онколог Рязанской областной клинической больницы Роман Киселев По поводу участия в предварительном голосовании Я могу сказать только одно Что это осознанное решение Политическая обстановка в нашем регионе Мне безразлична Я ежедневно сталкиваюсь со множеством социально значимых вопросов Пациентов, а также населения И считаю, что должен участвовать в их решении Более 70% участников процедуры Это новые люди в региональной политике Исполнительный директор фонда Касимовский центр поддержки предпринимательства Бизнес-инкубатор Председатель Касимовской городской думы Ирина Пришвина Коммерческий директор ООО Саудгрупп Игорь Саудкин Председатель Рязанского городского совета ветеранов Валерий Конопадский И другие кандидаты Все они в настоящий момент проводят встречи по округам Уже состоялось 19 таких площадок, в которых приняли участие свыше 3000 человек Также активно проходят дебаты, которые в этом году стали обязательной нормой Для участников предварительного голосования Предложения, вопросы, которые звучат в ходе встреч, в ходе дебатов Будут проанализированы и могут наиболее реализуемые из них Войти в программу партии, с которой партия идет на выборы в Нижнюю палату парламента Аркадий Фомин выразил уверенность в том, что несмотря на то, что единый день голосования 22 мая достаточно близок к периоду экзаменов и выпускных вечеров И это не повлияет на активности жителей Рязанской области Я надеюсь на то, что та агитационная кампания, которая организована в Рязанской области Нашими кандидатами, оргкомитетом Вызовет и уже вызывает большой интерес наших рязанцев Люди, безусловно, проявят свою гражданскую позицию На данный момент это все новости, которые мы хотели осветить Прямо сейчас смотрите программу подробностей и прогноз погоды Мы с вами обязательно еще увидимся в эфире или на нашем официальном сайте Город62.тв Там много всего интересного Не скучайте, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok